13 января отмечается день российской печати. Именно в этот день, в 1703 году, в Москве вышла первая русская газета в ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и иных окрестных странах. Подробнее о памятной дате смотрите в нашем сюжете. Первая русская газета была создана по указу Петра Первого. Тираж первого номера издания составил 1000 экземпляров и состоял из четырех небольших страничек по 27 строк каждая. Его выпускающим редактором был сам первый император всероссийский. И уже там мы видим сложившуюся практически жанровую систему, жанровую модель. Да, пусть это не была публицистика в том смысле, которую понимают в конце 19-го, в 20-м веке, сейчас, но это были уже сложившиеся формы. В 1711 году газета стала издаваться и в Санкт-Петербурге. Из Москвы были доставлены два типографских станка и мастеровые люди, четыре наборщика и два изготовителя красок. С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. Изменилось и название. Она стала называться Санкт-Петербургские ведомости. Стоимость была довольно высокой, поэтому читать ее могли только привилегированные персоны. Отечественная журналистика уже за 300 с лишним лет прошла методом проб и ошибок. Дольше всех в Москве просуществовали московские ведомости. 161 год. Печаталась газета в типографии Московского университета и выходила два раза в неделю. Ежедневных больших общественно-политических газет, не считая губернских официальных ведомостей, в дореволюционной России существовало более 200. Все больше информационных текстов, все больше легкости, все больше развлечений. Жизнь и представления о ней стремительно меняются. Еще недавно о виртуальном мире грезили только писатели-фантасты в своих романах. Сегодня человечество опутано сетями интернета. Общественно-политический, информационно-политический все больше скатывается к пропаганде. Он далек, все дальше и дальше становится от журналистики. Сама журналистика, она все больше становится, значит, ретранслятором соцсетей. Тем не менее, многие наши сограждане по-прежнему остаются верны бумажным версиям любимых газет. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз.